Всем привет! Меня зовут Алина и, кажется, я наконец-то вернулась. В прошлом видео, да и в этом тоже вы дальше сами увидите, я очень много говорила о том, каким напряженным и тяжелым выдалось это лето. Я посвящала себя всю учебе, стараясь не сильно забивать на все остальные сферы, но получалось сомнительно. Поэтому этот влог получился немного скомканным, а точнее сотканным из тех событий и воспоминаний, которые происходили со мной практически два месяца. Я решила включить их друг за другом в хронологическом порядке, и, возможно, во многих из них не будет смысла, но мне очень хотелось не потерять эти воспоминания. Поэтому сейчас я желаю вам приятного просмотра, но, как говорится, я не договорила. Приехала в Новый Книжный и случайно встретила здесь мышей, просто не сговариваясь. Просто я пришла, а они тут. Ситуация, я ехала, смотрела фильм, приезжаю, а здесь, ребят, это преследование, я считаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот этой маленькой самбачке сегодня день рождения, и мы сейчас будем его поздравлять. Я даже купила специальную свечку с единичкой. Так, нельзя жевать. Но так как он на диете, у него не будет никакого тортика, маффина или там десертика, мы ему сейчас поряжем грушу. Он уже тут, конечно, подъел для фото. С днем рождения! Ну а зажигать не будем, а то немножечко опасно. Да? Ты мой жаркий пёс. Ареша, можно? Ты моя зайка. Все, пошла жара. Ну что, ситуация следующая. Сегодня среда, а уже в это воскресенье у нас первый предварительный показ работ мастеру. У меня не переделан второй натюрморт, есть не очень хороший женский портрет и вообще нет никакого мужского. Это не то, что я такая ленивая, просто мы буквально только что начали проходить портреты. Проблема в том, что переснять все это и снять с нуля я не смогу по одной простой причине, что нет студии в доступе, она вся занята, а мое ближайшее окошко на съемку на вторник. Я понимаю, что за эти 3-4 дня все это отснять и переснять я физически не успею. А даже если бы успевала бы, студия все равно занята и пробиться в нее я смогу только уже во вторник, то есть через неделю и после первого показа. Поэтому я приняла стратегически важное решение, что до воскресенья я наконец-то просто разрешаю себе отпустить эту ситуацию и тупо пожить. Ну типа, знаете, не имитаться между учебой и работой, а просто наслаждаться этим летом, которое получилось, конечно, очень насыщенным. Но при этом немножко напоминало день сурка и было, да и есть, довольно напряженным. Прошу прощения за паузу, просто солнце начало то уходить, то возвращаться, и мне пришлось, в общем, поставить запись на паузу и поменять настройки камеры, все на авто, чтобы дальше снимать и не мучиться. В общем, начать жить свою привычную жизнь я решила прямо сейчас, несмотря на то, что вечером у меня пара. Я на нее, конечно, пойду, просто на ней не требуется каких-то сверхусилий и моей подготовки, так как я не брала на нее никаких заданий, в общем-то, выступать там сегодня буду не я. Еще я, наконец-то, с утра пораньше провела себя в порядок. Вспомнила, как пользоваться феном, потому что до этого я снова ложилась просто с мокрой головой спать, просыпалась с соответствующей прической. Еще, если честно, я хочу, наконец-то, восстановить нормальный график прогулок с Орионом, потому что в каких-то моментах я начала давать слабину, где-то немножко подзабивать, и это очень плохо. Не хотелось бы совсем запустить эти процессы. Ну и сейчас я просто с чистейшей совестью отправлюсь на обед с родителями. Вкусно покушаю, классно проведу время и не буду думать о том, что там у меня не готово на воскресенье. Короче, как вы поняли, цель на остаток влога, и я надеюсь на остаток жизни, относиться ко всему чуточку спокойнее, чем я отношусь обычно. Я, конечно, не уверена, получится ли, но попробовать стоит. Вернулась, знаете, не с пустыми руками. Тут, конечно, мой чебурик недоеденный, но еще самое важное, вот это. Это мой любимый кисель, который я нигде не могу найти. Такое чувство, что он продается только в магазине рядом с родителями и больше нигде. Но это просто пушка, бомба. Сейчас я его достану, покажу. Вот этот кисель, ребята, это самое вкусное, что я пробовала в жизни, я просто его обожаю. Особенно вот этот вот с ягодцами, там еще с вишней и с клюквой. Вот мама мне столько его привезла, чтобы я пила и радовалась жизни. Решила, называется, выйти пораньше на учебу. Потому что мне в голову взбрело зайти в Атриум, если быть точным в поездный дроп, купить себе подвеску, в которых, мне кажется, ходит уже вся Москва. А я на нее все смотрю и все никак не могу купить. Думала уже заказать онлайн, но меня смущает тот факт, что я не могу онлайн понять размер цепочки. И мне нужно померить. Но я так долго с собой торговалась, ну, типа, заказать онлайн или пойти ножками, что мое вот это выйти пораньше, мне кажется, меня не спасет. И, вероятно, я все-таки не успею в поездный дроп. Я уже хотела вызвать такси, поехать на такси. Но из-за пробок на такси получалось плюс-минус столько же, сколько на метро. В пробках стоять не хочу. Поэтому просто надеюсь, что каким-то чудом успею доехать на метрошке, зайти в поездный дроп и с новой подвесочкой уже пойти на пару. Ну, в общем, буду жить в курсе. Короче, полет нормальный, я идеально приехала и успеваю в Атриум за новыми цацками. Вот она, вот она, это прелесть, из-за которой я бежала быстрее перед парой. Жесть, вообще, конечно, настроение, как всегда, просто скупить и все. Ну, потому что очень, очень, очень красиво. Трэш, ребят, ну, как бы проблема с выбором. Подлиннее, покороче, не могу определиться, что делать. Ребят, ну, вы поняли, да? Пойзон дропкина просто. На вот эту руку все деньги спустила в Пойзон дропе, вот это теперь на очереди. Впервые увидела, что у самокатов появились поворотники. Но проблема в том, что когда ты едешь, мой пальчик до них не дотягивается. Просто продуктивный человек. Ну, теперь можно на пару. День номер два, когда пытаюсь жить свою жизнь и не думать об учебе. Сейчас быстро прыгаю в таксишку, которая вот-вот должна приехать. И еду на встречу с подружками, которых я не видела так давно, что даже студно считать. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, как он теперь каждый раз провожает меня, когда я ухожу. Он просто сразу залезает в домик, высовывает нос, чтобы ему давали вкусняшки. При этом, как вы видите, дверь открытая, и его никто не принуждает. Да, вы скажи, где вкусняха? Вкусняху дай. Несу. Тем временем стоило мне сказать, что я собрала комбо из колец на левой руке, как одно я куда-то потеряла. Зато я сегодня в модных черевичках. Еду поздравлять брата с днем рождения. А, все, это хватит? Все, не знаю. Ну, затем на 15 уже. Главное, просто по кусочечку. Главное, что нам же нужен имененный тортик. Я так думаю. Такой деловой, я просто не могу. А потом мы пойдем кушать, зачем нам портить аппетит. Называется стал, еще на брусках. Ой. Того, кто все сможет. Спасибо. Подождите. Какой прекрасный тортик. Подождите. Еще воткнуть. Самое главное. Сейчас капнет. Ах. Можно я вот так вот сделаю. Ура! Я безумно люблю чужий день рождения, потому что мне всегда на них тоже что-нибудь, да, перепадает. К сожалению, моего потерянного кольца не было, но я планирую заказать его онлайн. Зато посмотрите, как похорошела вторая рука. Просто отпад. Спасибо большое маме. Возвращается предмонтажная Алина, которая не договорила. Тот самый пресловутый предварительный просмотр состоялся у меня вчера, и, если честно, я хотела прямо по горячим следам записать какие-то свои эмоции. Но проблема в том, что они были настолько смешанными, что облечь их в слова я не могу до сих пор. И как бы все было не так плохо, как вы могли подумать, и как думала я, но при этом как будто бы ничего хорошего и никакого просветления у меня не произошло. Причем я смотрю на своих однокурсников, которые невероятно зажглись и готовы фигачить дальше, и ловлю себя на мысли, что как будто бы со мной что-то не так, но на самом деле со мной все так. И мне потребовались сутки, чтобы это понять, и я все еще пытаюсь это принять. Сейчас у меня есть ощущение, что в том бешеном ритме, в котором я жила последние месяцы во время учебы, я как будто бы растеряла себя и потеряла все свои ориентиры, и я даже не знаю, что хуже. Пытаясь воссоздать цепочку своих мотиваций, почему я туда пошла и какой была моя первоначальная цель, я поняла, что в процессе я немножко заблудилась. Сказались на этом и я сама, и то окружение, которое у меня появилось, и в целом вся та обстановка, которая есть в МШК. И получилось, что как будто бы сначала я пришла и шла своей дорогой, а в процессе я свернула на тропинку, которая мне была интересна, но которую выбирала не я, и по которой я пошла просто потому, что все туда идут. И если честно, мне до сих пор сложно себе признаться в том, чего я на самом деле хочу, и для чего на самом деле это все было. Потому что я по жизни настолько привыкла идти вперед, бездумно превозмогая все препятствия и преграды, что как будто бы иду уже не туда, куда мне надо, а туда, где больше сопротивления и больше американских горок, что ли. Я даже правда не знаю, как объяснить все то, что сейчас происходит в моей голове, но есть некоторое ощущение, что я вот на таком расстоянии, чтобы совершить какую-то очень-очень большую ошибку, о которой чисто теоретически я могу сожалеть. При этом я всегда жила по принципу, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. И он, кстати, работал безотказно. И я понимаю, что мне как будто бы нужна пауза наедине с собой, чтобы понять, о чего на самом деле я хочу, но времени на эту паузу в связи с тем, что остался месяц перед финальным просмотром и поступлением на программу у меня нет. И в итоге с каждым днем я думаю о том, что а надо ли мне поступать в этом году, или лучше взять паузу, разобраться с собой для того, чтобы, собственно, не допустить этой страшной ошибки. Она, конечно, не очень страшная, но довольно-таки дорогостоящая. И это тоже моментик, о котором я стараюсь не забывать. Если что, эта пауза совсем не означает, что я снова беру паузу от Ютуба. Скорее, наоборот, я хочу больше посвящать себя каналу, потому что вообще-то с самого начала это была моя главная цель, которую в процессе я начала очень жестко передавать. А я так не хочу. И как будто бы эти несколько дней перед финальным просмотром, который я выбрала жить жизнь, а не тревожиться на тему учебы, немножко приоткрыли мне глаза и показали, что я теряю, выбирая вместо жизни какую-то бесконечную гонку, гонку с другими, гонку с самим собой. И честно скажу, у меня до сих пор нету ответов на те вопросы, которые просто бесконечно крутятся в моей голове каждый день. Но я знаю точно, что наверняка кто-то из вас сталкивался и сталкивается сейчас с чем-то похожим. И знаете, это просто как тот самый месседж о том, что, ребята, вы не одиноки. На такой вот ноте, немножко грустной, возможно, а может и нет, я хочу закончить этот многострадальный влог, отправиться разбираться со всей той информацией, что просто постоянно жужжит в моей башке, чтобы найти, наконец-то, то решение, которое мне действительно нужно и будет полезно. Ну и да, и, конечно же, для того, чтобы поскорее вернуться с новым влогом и чтобы он был полон событий, и чтобы моя жизнь, блин, тоже была полна ярких событий, а не только тяжелых учебных будней. Спасибо вам большое за поддержку, спасибо за комментарии, лайки и, конечно же, просмотры. Не забывайте только, пожалуйста, подписываться на канал. Я обещаю впредь здесь быть куда активнее. И по традиции я с вами не прощаюсь, а говорю до новых скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!